Медицинское освидетельствование Много, очень много. В буквальном смысле весь личный состав военного центра ездит в территорию и в буквальном смысле этого слова приходится вылавливать призывников. И это очень пугает. Абсолютное непослушание не только военкомату, но и вызываемых и в полицию, и через полицию, и через народный суд, и прокуратуру и так далее и тому подобное. Вот это больше всего пугает. Ну а я говорил, чтобы делали хорошую разъяснительную работу относительно здоровья. Делали разъяснительную работу, работаем с примарами, не дадут мне собрать. И я к Олегу Федоровичу обращаюсь постоянно и с примарами. Но молодежь не слушается. Нет ответственности за невыполнение законодательства. Вот это самая большая проблема. Ну там же кодекс правонарушения предусматривается. Кодекс есть. Кодекс есть. Законы есть. Верленична, когда будем собирать директоров учебных заведений, давайте мы и с ними тоже проведем разъяснительную работу. Парадоксальная ситуация, когда мы бегаем за детьми и просим их, чтобы они прошли медицинское освидетельствование, что если у кого-то есть какие-то отклонения от нормы, чтобы мы вовремя оперативно направили их на лечение бесплатное, чтобы государство о них позаботилось. И такая низкая дисциплина, что не проходит медицинское освидетельствование. Бывшим в Советском Союзе полгода раз хочешь не хочешь фюрографию ты должен проходить. Профилактические осмотры должен проходить. Ну, надо эту работу активизировать. И надо самим детям объяснить, что это ваше здоровье. И вы сами должны быть больше всего озабочены тем, в каком состоянии вы находите. Вы должны знать все, что у вас со здоровьем. Тем более государство, особенно по части приземников, можно и в Кишиневе, и бесплатно лечить, и на учет все. Полное обеспечение. Ну, более активно работайте. И я смотрю, потихонечку призыв снижается там. План доводит 90, да? Он и был у нас в пределах 80. Был больше 100. Ну, когда-то было. Сокращается, меняется, переходится на контракт и так далее. Тоже надо объяснять. Они все перепуганы, что возьмут служить. Даже мы захотим всех приземников взять, мы не сможем. Мы одного из 100, наверное, набираем только. Одного из 80 набираем для прохождения службы. Совсем недавно была инициатива президента Приднестровья Шевчука. Что он сказал? Он сказал, что если ты не прошел службу в вооруженных силах, ты не имеешь права быть госчиновником. Так он сказал? Да. Все, вот то же самое должно быть здесь. Прослужил, ты имеешь право на государственное должное. Не прослужил в национальной армии. Все, до свидания. Иди служи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова